31 июля в администрации Рязани прошел круглый стол в рамках третьего форума древних городов. Представители администрации города и ведущие рязанские эксперты культурного наследия, туризма и развития исторической науки в онлайн формате обсуждали вопросы по сохранению уникальной культуры и архитектурного наследия своих городов. Наши города обладают древней историей, богатым архитектурным наследием, уникальной культурой. У каждого древнего города есть свой опыт по сохранению историко-культурного наследия, созданию комфортной городской среды в условиях уникального городского ландшафта, популяризации истории древних поселений. За круглым столом рассматривались вопросы по сохранению и дальнейшему улучшению культурно-исторических зданий исторического значения, созданию мемориальных досок, реставрации городских памятников, а также сохранению уникального культурного наследия в целом. Нашему городу с его почти тысячелетней историей удалось сохранить объекты культурного наследия и традиции, которые мы чтим и сегодня. Благодаря комплексной работе, в том числе при взаимодействии власти и бизнеса, у нас есть возможность увидеть здание с уникальной архитектурой практически в исторически сложившемся виде. Мы поддерживаем историческую память поколения, проводим работу по установлению мемориальных и информационных досок, повествующих о различных событиях, происходивших в нашем городе. Особое внимание было уделено обсуждению вопроса соблюдения баланса между сохранением исторических архитектурных ценностей города и развитием современного городского пространства. Сегодня мы осознаем, что к освоению центральной части города необходим крайне взвешенный подход. В ближайшей перспективе мы приступим к разработке нового генерального плана города, в котором должны быть учтены все грани формирования города. С учетом требований сегодняшнего дня, основные проблемы Рязани в области градостроительного развития будут, я думаю, решены. С каждым годом Рязань развивается и преображается. Новый генеральный план позволит сделать город современным и комфортным и, конечно же, сохранить его культурные ценности. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».